Королева овсетной печати. Зульфия Щеглева почти 30 лет у станка. Она с закрытыми глазами может заправить печатную машину и не глядя определить плотность бумаги. Нам уже привычно. Все уже знаем, как говорится, на слух. Уже чувствуем, что машина там. Сейчас что-то остановится. Воздух здесь словно пропитан краской. Тяжелый. А от шума вот-вот голова пойдет кругом. Только для бывалого печатника это все глупости. В 8 утра Зульфия уже работает с заказами. Сделать 30 тысяч экземпляров в день для нее обычное дело. Ловко меняет лицо на обороты. Так на слонге печатников называют лицевую и обратную сторону документа. Не боится испачкаться краской и все время улыбается. Зульфия настоящий мастер своего дела. Профессионал. Она закончила издательско-полиграфический техникум. Череповец попала по распределению. И вот уже не один десяток лет печатает и печатает. Раньше были другие машины. Раньше была высокая печать. Это опсетная печать, называется плоская. Раньше была высокая печать. Это вообще были буковки. Собирали отдельно буковки. Это вообще было очень сложно. Там наборщики работали. Собирали тексты. С этим станком Зульфия неразлучна ровно столько, сколько работает на предприятии. Ее любимец, пожалуй, давно вышел из моды. Сейчас печатают на более современных машинах. И тем не менее, качество, которое дает старенький чехословакский станок, до сих пор на высоте. Страны нет, а аппарат работает. В общем, с формы текст попадает на резину, опсетная резина. Здесь изображение получается зеркальное. А потом уже с резиной переходит на бумагу. И вроде бы ничего сложного, а не дольешь во время воды, не заправишь тягучую, как медкраску. И все, тираж коту под хвост. Печатнику, как хлебопеку, нужно всегда быть начеком. Бывают двойные листы беловые. Вот видите, раз, беловой попался. Со скоростью секунды из машины вылетают готовые бланки. Полторы тысячи свежепахнущих экземпляров готовы отправиться к заказчику. Завтра новый день. Новые заказы, стук печатного станка и запах краски старшей родной.